всем привет ребята меня зовут джон доу и мы продолжаем проходить hitman 2 и сегодня у нас очередная импровизационная серия связана она с новой неуловимой целью которая приехала не так давно это революционер действие будет происходить в колумбии я так более-менее отрепетировал уже скажем так ну это как локацию я там не отрепетировал и изучил она что меня будет ждать в этом задании я понятия не имеем доброе утро 47 твоя цель винчанте мурильо главарь группировки боевиков ультра правого толка который как полагалось пропал 1980 ввел активную борьбу с коммунизмом по нашим данным он вернулся чтобы продолжить старое дело и установить новый мировой порядок в южной америке начиная с колумбии согласно сведениям который предоставил клиент мурильо нарцисс патологический лжец и параноик со склонностью к пьянству если он добьется своей цели и устроит фашистский бунт он расскажет всему миру о том что наш клиент поддерживал его 80 нашему клиенту нужно чтобы кто-то исправил его были ошибки времена изменились так что удачи 47 у нас одна попытка ребята напоминаю и это видео выйдет в любом случае вне зависимости от того а пройду я это задание или завалю так давайте подготовимся хорошенечко нам нужна удавка и удавка отмычка здесь получается мы берем кейс наверное мк предмет в тайнике наверное я воспользуюсь взрывной ручкой может быть не в тайнике а в этом в кейсе были взрывная ручка на всякий случай в тайнике предмет на следующий наверное засунем это у нас будет чтобы туда пихануть сенсорная бомба таблетки седативные монеты сенсорные тайзер мк нет удавку ну давай удавку на всякий случай пускай будет то что ребят поехали одна попытка 1 да 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 ну что ж вот мы начинаем странно что что-то как-то как цены в начале не было пойдем наверно сразу заберем удавку и нам нужно будет сначала наверное ребята проследить за целью понять что она из себя представляет так удавку забираем пригодится теперь смотрите у нас вот здесь вот еще есть ребята смертельный яд сейчас давайте вскроем дверь не переживайте нас не спалят опять же переводить диалоги связанные с другими целями я не собираюсь это уже будет совершенно в другой серии сейчас я пока что занимаюсь только конкретно неуловимой целью для начала надо значит сделать надо этот цель найти нашего великого континента от гнусной красной угрозы вместе мы обеспечим лучшее будущее для вас ваших детей и внуков да здравствует колумбия он здесь он здесь пошли ребята подниматься здесь должна быть лестнице аккуратно тут серьезная охрана через дорогу ребята через дорогу находится еще один охранник наверное давай сначала поднимемся к нему устраним его и переоденемся в охранника и тем самым у нас тем самым у нас блин слушайте а тут хрен там тоже народу до хрена черт и чё делать нет это это не лучший вариант скажем так это не лучший вариант ребят отсекаем чё будем делать он по-прежнему мне кажется там еще ладно в таком случае давайте план б я предлагаю зайти с этой стороны пока у нас получается кто он строитель там отвлекся я предлагаю взять кирпич мы в эфире через пять четыре 32 тут у нас получается и свинцовая труба нет все все извини друг извини все больше не буду тебе лезть прости там наверху блин либералов произошедшего в боливии восьмидесятых на сегодня я стою перед вами мир стал рассадником коммунизма и мне нужны люди чтобы уничтожить его социализм и коммунизм являются болезнью которую мы должны стереть с лица нашего великого континента да правые силы набирают влияние но мы должны найти способ искоренить сорняк коммунизма раз и навсегда если мы этого не сделаем он вырастет и нанесет нам удар жители южной америки а нас давно вытирают ноги примкните ко мне и сбросьте иго правящие элиты если сражаться лишь голосом позабыв про кулаки тирания социализма не закончится никогда тут получается только два охранника здесь только двое мне так кажется правильно да их только двое над нами находится друг получается наша цель по идее вон он здоровый самый и как это все провернуть я предлагаю сейчас вообще по-хитрому поступить смотрите кирпич я кидаю в угол сейчас вот так вот и куда-нибудь там прям далеко далеко в угол сейчас еще что-нибудь будем соображать ребят не знаю пойду проверю что там за странный шум потом вернусь к тебе хорошо эй слышишь меня на нет не получится не получится так это все сделать в таком случае вариант номер два смотрите только нужно ребята осредить чтобы сзади никто не вышел мы в эфире через пять четыре три два я обращаюсь ко всем кто меня слышит я генерал винченто мурильо я обращаюсь к вам в прямом эфире чтобы рассказать правду о состоянии вашей страны и угрозе нависший над нашим народом коммунизм болезнь распространившаяся по миру добралась до нас и сейчас отравляет и разлагает граждан южной америки я говорю южной америки потому что мы должны выйти на борьбу социализмом как единая нация всем континентом только тогда мы уничтожим мерзкую опухоль захватившую наш прекрасный край помогите мне вернуть то что принадлежит нам по праву да здравствует колумбия да здравствует южная америка тела бы куда-нибудь спрятать ребята было бы неплохо на самом деле давай-ка быстренько сейчас проверим куда это все можно деть тела можно по идее скинуть вот сюда тут их точно никто не идет но у нас проблема следующего характера здесь находится гражданский здесь находится гражданский который может всю малину нам испоганить ладно давай рискнем все таки там нельзя их ребят оставлять мне кажется ничем хорошим это для нас не кончится поэтому сейчас тихонечко-тихонечко все сделаем давай иди-ка сюда друг мой давай 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 там окно черт ну по идее там же никто не должен их спалить правильно хотя патрули там ребята ходят патрули там ходят и это просто ужасно стоять у нас вот там человек сейчас секундочку пускай он уйдет ну получая сейчас одни те же разговоры повторяются поэтому не буду я это еще раз озвучивать все двоих считайте мы убрали ребята где там мой кейс был теперь пошли посмотрим что у нас какие у нас еще пути есть наверх смотри там с другой стороны находится на ребята лестнице вот здесь на кирпич наверное я возьму он пригодится смотрим как же это провернуть тут получает этот хрен он знает всех охранников поэтому так просто мы сюда не зайдем это наша цель о вино дона дать гада мне не хватает этого старого олуха салют мой старый друг это был хороший дубль что скажешь может в следующий раз мне стоит наклонить голову чтобы я выглядел почти в профиль как наполеон генерал по моему так отлично вы произнесли воодушевляющую речь да верно и когда мы установим новый мировой порядок их станет больше мы покажем этому заблудшему континенту как сильно его одурманил социализм глянь на венесуэлу с ее скандинавской моделью я уже говорил про нее если нет надо сказать или упомянуть еще раз не навредит это очень веский аргумент ага скандинавия сборище клоунов говорят там обожают мини кексы никогда их не любил слишком приторная ну что как у нас дела готовы к очередному эфиру да сеньор думаю мы готовы скажите когда начинать хорошо я готов я так понимаю что они только здесь будут тусоваться с ним и мне как-то нужно его убрать но для начала мне придется что сделать мне придется им ребята мне придется всех нахрен вырубить здесь минус один молоток я думаю пригодится ребят однозначно лишним не будет вот там у нас охранник который мне не очень нравится как же этого конечно можно было бы скинуть но это подняло бы тревогу вот того бы убрать он не мешает хорошо сейчас будем что-то ребята соображать есть еще одна отличная идея знаю как вырубить очередного паренька все ребят Ребята, ребята, хорошо. Очередного мы вырубили. Теперь охраны здесь у него стало гораздо меньше. Теперь что-то нужно сделать с этим. У меня есть одна идейка. Похоже, ребята, он будет только здесь. Да, в этот раз что-то они немножко расслабились с этой целью, мне кажется. Мне кажется, они расслабились. Ну, понятно, там был Шон Бин. Там так-то дорогой актер достаточно. И хотели использовать ресурс по максимуму. А здесь-то все иначе. Все, ребята, иначе. Он даже все, больше ничего не говорит. Давай сюда. Так, друг мой, сейчас мы спустимся вниз. И я, наверное, осмотрю это место. Лом. Пускай он сюда прям подойдет. Нет? Хорошо. Переиграем в таком случае. Мы кинем сначала вот сюда. И потом мы кинем отвертку вот туда. Сразу рядышком, ребята, с этим ящиком. Что за черт? Что это был за звук? Вот черт. Там, получается, вышел садовник. И он, короче, прям очень не вовремя. Блин. Черт. Вот, блин. Все пошло ни хера не по плану. И у меня сейчас заберут чемодан. Да ну ты брось. Че-то капец какой-то, блин. Слушай, че-то, это, этот, че-то у меня вообще не по плану идет это убийство. Сделайте что-нибудь. Пока ситуация не обострилась. Ага, понял тебя. Тут у нас двое, двое охранников. О, сейчас будет невесело, нифига. Поднимайтесь. Вы в порядке? Черт, 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 черт. Можете описать парня, напавшего на вас, пожалуйста? Это все так быстро произошло. Я его не увидел. Вот дерьмо. Вот садовник, сука, надо было так не рисковать. Простите, штаб. Ничего не удалось выяснить. Угу, ну давай же, сваливай отсюда. Тихо, тихо, тихо. Пускай они уйдут, и мы провернем все еще раз. Мне нужно просто всех убрать с того места, ребят. Особенно нужно убрать того, кто знает всю охрану. Для этого сначала нужно до него добраться. Все, вроде, да, успокоился. Все. Можно мне отдать мой чемодан? Простите, пожалуйста. Это мое. Куда ж ты несешь все это дело? Мне кажется, я знаю, куда. Он сейчас это положит вот сюда. На первый этаж. Благо, я тела спрятал. Перестраховался, блин. Так, товарищ. Ну давай же, закрывайся, еб твою мать. Выйдем с другой стороны, чтобы нас никто не увидел. Получается, опять же, цель у нас осталась прежняя. Нам нужно убрать строителя. Но сначала я поступлю умнее. Я, получается, лучше уберу, наверное, садовника. Ну спрячем здесь. Я думаю, что... Тут его никто не найдет. Верно весь? Я надеюсь, что нет. Тут дамочка одна. Она обычно из дома не выходит. Сюда охрана вроде тоже не заходит. Так что, если что, ребят, ну, все нормально будет. Тем более, он... Как сказать? Он не видел моего лица. Поэтому... Все будет вообще круто. Давай еще раз. И теперь давай отвертку. А потом кирпич в голову. Эй, кто там? Все, типа, я тут ни при чем. Все нормально. Все нормально. О, что я делаю? Тело прячем. Хорошо. Смотри, берем отвертку. И там нужно забрать еще один предмет. Знаете, что я еще забыл сделать? Я забыл свой чумодан. Он мне точно пригодится. Он мне точно пригодится еще. Давай-ка сюда. И, наверное, мы сейчас что сделаем? Мы заберем взрывную ручку. Наверное, я и воспользуюсь. Для убийства этой цели. Будет забавно, что я убью оружием, полученным после убийства первой цели, для того, чтобы убить вторую цель. Это было бы прикольно, на самом деле. Но нам еще предстоит немало работы. Нужно еще там охрану, ребята, убрать. И я сейчас реально хожу по грани. Так как очень-очень-очень-очень просто. Сейчас могут меня все спалить за этим делом. И все это закончится плохо. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Что, нифига? Хорошо, давай сделаем вот так. Вообще никакой реакции. Это что за фигня? Так, ладульки. Давай тогда уберем того чувака напротив. Он почему-то странно, почему-то не реагирует. Вообще в этой миссии, короче, я вчера словил баг жуткий. После определенного, скажем, способа убийства, почему-то мне все на карте начали палить. Просто все внезапно. И у меня не приходил алерт. Я вообще понятия не имел, что за херня. Тем более, с учетом того, что меня, по сути, никто не спалил. Смотри, вот опять же он вышел покурить. Можно, кстати, там раскрутить баллон. И, наверное, когда он закурит, он может там подорваться. Либо мы можем ему помочь. Когда он выйдет, кинут туда взрывную ручку. Ручка взорвется и будет двойной взрыв. Было бы круто на самом деле. Было бы прям реально круто. Поэтому сейчас попробуем что-нибудь замутить. Подобное, скажем так. Ну вот что делать здесь? Мне вот тот охранник, он сильно мешает. Давай сделаем тогда вот так. Там кто-то есть? Отвечайте! Вроде все. Проблема заключается в чем? Хотя, подожди, никакой проблемы нет. Все, никакой проблемы нет. Хорошо, ребят, пока неплохо. Здрасте. Все нормально, все хорошо. Тут ни с кем ничего не случилось. Все прекрасно, друг мой. А, ну давай, иди нахрен. Ну давай же, иди нахрен отсюда. Иначе я запущу сейчас в тебя молотком. Поверь тебе, это не понравится. А еще больше тебе не понравятся щита, которые тебе будут выставлять донтисты. Так. Остался, по сути, снаружи у нас последний охранник. Да. Лом. Так. Ну я так не... Нет, здесь проворачивать лучше не стоит ничего, иначе меня просто моментально спалят, ребята. Вообще никакой реакции. Че за нахер? Почему он не реагирует? Да неужели, ёптыть? Он сейчас еще обойдет, ребята. Он сейчас еще обойдет. И получается, что произойдет? Я могу там его подловить. И сразу его закинуть куда? Правильно, вот сюда. Вот он идет сюда. Правильно, правильно. Иди, дружище, иди, иди, иди. Я сейчас подготовлю чемодан для броска. Чемодан, это просто прекрасная вещь. Черт, охрана идет. Все нормально, парни, все хорошо. Тут ничего не произошло. Идите мимо, выполняйте свой долг. Блин, придется несколько иначе поступить. Мне кажется, я его убью. Ладно, тогда я его трогать не буду, пускай он здесь лежит. Тем более, он меня не видел, поэтому... Ничего плохого он сказать про меня не сможет. Только хорошее. И проблема в чем заключается? Да в том, что... Там их еще до хрена. И мне нужно изолировать всех, иначе я просто убью лишних. Сначала давайте что сделаем? Я возьму, наверное, гаечный ключ. Он нам пригодится для того, чтобы раскрутить красный баллон. Убьем его все-таки взрывом, я уже решил. Свинцовая труба нахрен. По-моему, ключ вот. Хорошо. Теперь мы сейчас быстренько-быстренько вниз. Вот сюда. И что мы сделаем? Вот так, да? И у нас там остается охранник, который, собственно, может меня спалить. Что я могу с ним сделать? Нет, он не только там один остается. Я знаю, что я сейчас проверну. Смотрите, я зайду просто с первого этажа, правильно? И буду сейчас потихонечку убирать там ребяток. Вот первый этаж. Я могу сюда зайти, правильно? Спокойно. Нет, не сюда. Вот сюда нужно зайти. И вот у нас подъем сразу на второй этаж. Это никак не провернуть, как я планировал. Черт. К нему не подобраться. Отсюда здесь просто, ну никак. Он в этом месте, сука, засел, как клещ какой-то, сука. И никак к нему не, понимаете? Вот, ну никак не зайти. Так, сложно, сложно, сложно. В таком случае нам что, придется убивать гражданского? Хотелось без этого, конечно, но по ходу дела придется только так. Но! В чем у нас все дело? Он же выходит первым сюда. Быстрее, у меня есть идея. Быстро достаем взрывную ручку. Мы просто все это сделаем до того, как выйдет гражданский, ребята. И все. И свалим отсюда нахрен. Давай, давай. Конечно, грязно сработаю, но все равно. Это лучше, чем ничего. Это лучше, чем его травить, правильно? Там единственное, мне кажется, два варианта всего доступно. Там доступно только два варианта. Хороший бросок я могу совершить отсюда. Ручка взорвется потом просто и будет красиво, на самом деле. Он должен выйти сюда первый. Он должен выйти первый. Опять вино. Ну же, ну же, ну же. Давай, первый выходи. Черт, они идут вместе. Ты серьезно сейчас? Ты серьезно сейчас? Цель устранена. Деньги уже переведены на твой счет, 47-й. Пора искать выход. Пошли. К сожалению, гражданский погиб. Но получилось, как получилось. Да то красиво погиб. О, на автобусе можно уехать даже так. Интересно. Первый раз такое вижу. Вот и все. Очень коротко получилось. Но, честно говоря, что-то слабо. В этот раз, в этот раз неуловимая цель. Очень слабенькая. Очень слабенькая. Не прописанная абсолютно никак. Так, видно, торопились, мне так кажется. Очень сильно торопились, пока делали все это дело. Вот. Либо я что-то не так понял. Смотрите. Сейчас мы проверим, там какие были возможности ликвидировать цель-то. Получается, повседневная одежда туриста. Ага, хорошо. Получается, это нам открылся просто костюм за его убийство. Что-то как-то слабо. В прошлый раз открылась взрывная ручка. Смотри, устранена. А можно посмотреть, какие вообще способы убийства доступны испытаниям? Ну, это фигня. Это не то. Уловки. Неуловимые цели. Неуловимая цель 1. Устраните 3. Это не то. Вот. Бесшумный убийца. Убейте революционера. Убейте только цель. Тела не должны найти. Оставайтесь незамеченным. Если вас заметят камеры, смотрите или уничтожьте записи. Ясно. Вот эту штуку я, конечно, профукал. Но опять же, видите, только-только цель. Тела не должны быть найдены. Это то есть нужно было каким-то образом его выманить. Да? То есть нужно было каким-то образом отравить его вино. Каким-нибудь ядом, который вызывает рвоту. Он бы вышел куда-нибудь. Я его там где-нибудь утопил бы там в сортире. И спрятал тело. Вот только так бы я получил бы бесшумного убийцу. Я пошел, на самом деле, по другому пути. Но убийство получилось, ну, покрасивее. Такие. Со взрывом, там, со спецэффектами и все дела. Но при всем при этом все равно не фонтан. Очень прям не фонтан, ребята. И я, честно говоря, слегка разочарован. Слегка разочарован. Это мягко сказано еще. Понимаете? Это еще мягко сказано. Как-то слабо. Очень слабо. Эта цель вернется еще не скоро. Вот. И перепройти на бесшумного убийцу, конечно, я смогу еще не скоро. Получается, у меня всего лишь 55 тысяч. И как бы все хреново. Мой рейтинг прям совсем говно. Но, получается, да, рейтинг задания вообще один. Один. То есть, одна звезда. Это было ужасно. Я убил одного постороннего. За это сняли 5000. Ни одного тела не обнаружено. Обнаружено. Ни одного замеченного убийства. Опять же, все херня. Ни разу не замечен. Тоже все херня. Печалька, ребята, печалька. Но на этом мы с вами и закончим. Да, такая очень короткая серия получилась. Но не переживайте. В ближайшее время вас ждет большая серия, связанная с... С чем? С... Колумбией. С Колумбией. Там уже я все сюжетные задания прошел. Я уже понял, каким образом я все это вам буду демонстрировать. В Санта Фортуне будет аж три цели. И нет, это будет не так ужасно, как это было в миссии, скажем так, в первом сезоне. Как она там называлась? В Колорадо. Потому что там цели вообще особо прописаны не были. Ну и убийства там были, ну такие себе. Хотя сама по себе локация прикольная, но убийства такие себе. Ну вот, в случае Санта Фортуны, тут получается какая история? Тут персонажи интересны, там прикольные взаимодействия будут. Короче, все посмотрите. В ближайшее время, ребята, это все дело вы увидите. Ожидайте, и все будет. Всем спасибо, ребят. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Кроме того, не забывайте подписываться на канал, на Google+, и Twitter. Там все информации и новости канала. Подписывайтесь также на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы их пропустили. Ну а на сегодня все. Давайте, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok